Добрый день в прямом эфире на телеканале Архиз 24 в эфире радиостанции КЧР-ФМ, радиоканал 104.5 FM, программа Студия ФМ. Это разговор в прямом эфире. Мало кто в нашей республике не знает этот нежный и завораживающий голос, который ежедневно и оперативно информирует жителей нашей республики обо всех важных событиях в КЧР, России и в мире. И сейчас верится с трудом, что популярная радиоведущая Анна Лохвицка попала на радио случайно. Честно, я не выбирала эту профессию. Профессия выбрала меня. Случилось так, что я позвонила на одну из радиостанций, передать привет и заказать песню. И ведущий сказал, что у меня очень хороший голос, красивый голос, приятная дикция. Сказал, что он нуждается в сотрудниках. Приходите, мы на вас посмотрим. В общем, пришла, осталась. И вот так уже на протяжении 12 лет никуда не ухожу. Жизнь моя связана с радио. Сегодня Анна является главным редактором радиостанции КЧР-ФМ. Это радиостанция собственного программирования. В сетку вещания входят новости КЧР и СКФО. Радиоверсия, телепередача «Неотрывной календарь», прогноз погоды, гороскоп и русскоязычные песни исполнителей Северного Кавказа. А два года назад радиостанция начала транслировать ежедневные прямые эфиры с гостями в студии и программы по заявкам радиослушателей. Здесь работают настоящие преданные фанаты радио, как, например, Евгений Бушмин. Я долгое время стеснялся, боялся, не знаю, как сказать, в кресло ведущего. Уговорили тогда, это была еще радиостанция «Ностальжи». Вот вся жизнь радиная меня с этой радиостанции начиналась. Какое-то количество времени я поработал, потом был ребрендинг, стала это радиостанция «Хит-ФМ». Поработал я и на ней, так случилось, что ушел на телевидение, стал заниматься разными вещами на телевидении и нелинейным монтажом, и опять-таки работая в кадре в качестве новостного ведущего. Ну вот как-то вот боязнь, наверное, камеры, патологическая, вернула меня обратно в кресло ведущего. Несмотря на то, что современные средства массовой информации понемногу вытесняют радио, и в наши дни оно не столь популярно, как в эпоху Левитана, у радио осталась еще масса своих преимуществ. Оно по-прежнему незаменимо в автомобиле, а также из радио можно черпать необходимую информацию, параллельно занимаясь своими делами. Радио – это прежде всего средство информации обширного. То есть у нас все, если мы вспомним, все новости, все объявления впервые были произнесены по радио. Ну сначала, конечно, это была печатная пресса, но тем не менее радио сделало доступным информацию для масс людей, и оно до сих пор пользуется популярностью. В основном новости, редко кто узнает по телевидению, это в основном радио. Это голосовая информация, она легче воспринимается. Благодаря ежедневной работе сотрудников КЧРФМ, жители нашей республики имеют возможность пользоваться самыми современными видами и средствами связи, получать достоверную и оперативную информацию о жизни региона. В студии этой радиостанции часто проводятся многочасовые марафоны, радиомосты с другими регионами и много других необычных проектов. А ведущие КЧРФМ – лауреаты и победители множества престижных конкурсов республиканского и федерального уровней, которые видят себя только здесь, на радио. Телевидение тоже пришло в мою жизнь, телерадиопроект, единственный, кстати, на Северном Кавказе, студия ФМ, вот уже в течение двух лет являюсь ведущей этого проекта. Но радио покидать не хочу, все равно это какое-то теплое средство коммуникации, СМИ, не знаю, телевидение есть, но радио бросать не буду. Сегодня День радио – это праздник тех, кто профессионально и оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в нашей стране и мире. Это праздник тех, кто своим трудом может мгновенно объединить дела и мысли огромного количества людей, находящихся друг от друга за многие сотни, а иногда и тысячи километров. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.